Когда на секунду задумался, кто доставляет тебе еду в миску. У него нет ни зелёного костюма, ни жёлтого, тогда кто он? Неважно, кот, цени того, кто доставляет тебе еду в миску. Научите меня сохранять такое же спокойствие при падениях, как у моей кошки. Ну, до этого тебе ещё далеко эволюционировать. Как я представляю себе людей из задач по математике? Где мои яблоки? Я не фотографируюсь последние полгода. Инстаграм подруги, у которой появился парень. Каждый раз, когда я вижу котика. Звуки любви. Звуки любви это от соседей по ночам бывают. Наши соседи сверху очень любят друг друга. Шоколадная булка. Не бупая, то будет кусь. Я предупреждал. Художница из Калуги делает чашки в виде мордашек котов. Кто пишет кошки, у которых снесло крышу. Суровые деревенские котаны. Кто пишет один летит аж, да, на стрелу. На забив. Это забивной. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова. И сегодня у нас новая подборка приколов с котиками. Полетели. Друзья, книга «Привет, мир» от Алены и Алексея Савы доступна со скидкой в 15% по промокоду «Скоро» на БУК24. Ссылка в описании. Ты никогда не задумывался, почему ириски коровка названы в честь такого прекрасного создания? Это потому, что они сделаны из сливок? Это не в честь. Это предупреждение. То, что я капризный клеветай ложь. Не тряси, Наташа, не дрова везешь. Чтоб вы понимали, то Сяо это сова по-китайски. То есть в буквальном переводе «Орел с головой кошки». Кто пишет «Мой ласковый у Сяо горланит утром мяу, дам ему мя Сяо, чтоб не вери Сяо». Я уже постил у себя вконтакте на стене этот мемаз и мне написали, что иероглифы не так читаются. Но зато как звучит. Мне нравится эта теория. Хозяйка сообщила своему мейн-куну, что у нее нет денег ему на корм. Кот через 30 минут принес смятую купюру. Кто пишет «Учитывая размеры взрослых особей, то не исключено, что кот занимался рэкетом». Да просто на улицу вышел давай. Пссс, 10 рублей не найдется. Чисто на корм, помираю, брат. Фарфоровая соусница для истинных кошатников. Беее. Кто пишет «Это просто карательная сервировка какая-то». Что-то с этой курицей явно не так. С ней не так то, что она сама в противень залезла. Ну, чё поделать, пихай в духовку. Не надо, я шучу, не надо. Идти налегке опасно, возьми с собой это. Большой шлёпа, плюс 9-9 к здоровью, к защите, к урону. Особый навык поедания пельменей. Съев пельмень, увеличивает статы в 3 раза на 2 часа. Редкие кадры учёные засняли существо под названием кусь-миног. Такой сертификат меня бы устроил. Здравствуйте, я доктор Котик. И сейчас сделаю вам кусь. После этого вы получите кусь-сертификат и QR-код. А что мне это даст, Котик? Вы сможете гладить меня и чесать пузяку без последствий. Тьма проснулась, тьма хочет кофе. Я ради тебя готов на всё. Даже комментировать каждое видео и картинку, что я тебе отправляю. Даже да. Единственная причина – встать пораньше. Вставай, тут Котик не жрамши. Когда у тебя осталась только одна нервная клеточка, и ты бережёшь её как можешь. Только тронь ей раздербенью тут всё к чёртовой прабабушке. Когда после жары из окна повеяло свежим прохладным воздухом. Хикарно. Я ленивый пирожёк. У меня торчит бочок. Я лежу, мне лень вставать. Разве что пожрать. Моя мама. Да зачем тебе кот? Ты знаешь, сколько от него шерсти? Давай лучше попугая заведём, может успокоишься. Моя мама после того, как я, всё-таки привезла кота домой. Смотри, я Виталику тапочки связала. Да, как миленько. Милота. Заходишь в МАК, а там... Мурмошка фри. Биг Мурк. Котафин. Котожок. Котагицы. Тонкие натуры всегда поймут друг друга. Только ты меня понимаешь, кот. Я хочу жрать. Ежедневный утренний квест кошатника. Привет, путник. В далёких кухонных степях у подножия стола ты найдёшь шкафчик. Принеси мне оттуда пачку со съедобными камушками. За это я не сделаю тебе кусь. Маленькость. Поздравляем, вы просрали один месяц лета. Утро начинается с кота Лепса. Только миска корма на столе с обозримым глазу дном. Почему же ты не разрешаешь мне в шесть утра кричать свои крики? Да, как вы поняли, я иду на поправку. Советы для тех, кто окончательно заколебался. Примите тёпленькую расслабляющую ванну. Включите приятную спокойную музыку. Закажите вкусную еду. Налейте бокал хорошего вина. Не одобряем. Зажгите ароматические свечки. Заверните себя в свой самый любимый пледик. Включите себя приятный кинчик. Обнимите себя. Хорошенько выспитесь. Я ставлю что-то запекаться в духовку. Я, ну теперь у меня есть свободные 40 минут. Я следующие 40 минут. Пекись, пекись, пекись. Давай уже пекись. Горка, 25-летний я. Вроде нет никого. Катнусь пару раз. Истинное каточко. Доктор, а я точно похудею от этой диеты? Самому интересно. Ну блин, чё нельзя было нормальную диету назначить? Ближе к полуночи моё сознание меняется. При свете луны ты превращаешься в волка? Нет, при свете холодильника я превращаюсь в прожорливую саранчу. Что-то у вас рыбка какая-то некрасивая, бледная. Встала сегодня рано, не успела накраситься. Ты шо меня за дурака держишь? Зачем ты снова купила пышки? Ты же от них полниешь. Не знаю, проходила мимо пекарни, сработала пышечная память. Ты меня любишь? А ты меня? Не отвечай вопросом на вопрос, а то подерёмся, как в прошлый раз. Тебе что, твой компьютер интереснее, чем я? Когда ждёшь, пока твоя девушка соберётся? Лестница в рай выглядит так, а коты вечно на дороге валяются, что пройти нельзя. Подборка внуков для успокоения вашей мамы. Когда легла спать с мокрой головой. Он реально такой родився, кучерявый. Или его закрутили? Вы чего тут забыли? Мама, мама, мама! Она думает, что это её новая лежанка. Когда только что съел что-то вкусненькое и не можешь остановиться? Когда агрессия помогает эволюционировать. Я научился пользоваться дверной ручкой и пять раз за ночь открыл дверь, чтобы додолбаться до нового кота. Я никогда на тебя не злилась. Да ладно, ты летом месяц со мной не разговаривала. Это я не злилась, это я просто убить тебя хотела. Когда порвал обои по всей квартире, но все подумали на собаку. Хе-хе, это был коварный план. Когда вместе с другом готовились к экзамену, но он сдал гораздо лучше. Чё там у тебя во второй части говоришь? Да я наугад тыкнул, отвечаю. Когда посмотрел на ютубе всё, что хотел, идёшь спать. В смысле, за окном уже солнце? Не сидите долго на работе, ваши малыши вас ждут. И не понимают, что вы весь день делаете за этой дверью. Я когда прихожу домой, у меня кошка выскакивает в подъезд и такая, с таким непонимающим взглядом, типа, ты чё весь день стоял за этой дверью, и шо ты там делал? Когда планируешь свои выходные? Точно не знаю, но по-моему я ленивая булочка. Сегодня, как никогда, завидовал своему коту. Мне сидеть в душном офисе, ему прохлаждаться в кустах с земляникой. Ну, потому что не всем суждено быть котом. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео, и лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны, обязательно тыкайте в колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, потому что ролики выходят каждый день, но в разное время. А ещё заценивайте другие мои видосы, пошарьтесь по каналу, там по-любому что-то интересное вы найдёте. Ну и, конечно же, предзаказывайте нашу солёную книгу, которая называется «Привет, мир». Ссылочка есть в описании, ещё есть уже доступная книга в электронном формате и в аудио формате. Если любите аудиокниги, переходите по ссылочке в описании и приобретайте. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!